Ваш вопрос, да? Надо микрофончика дождаться, сейчас девушка, видите, какая у нас активистка, быстро передвигается, работается. Садитесь, садитесь. У меня у нас наши дочери 2-го утра, мужу 2-го утра, они не пасы на дне, и совместно они нажали пасы на дне. Он общается с сыном и с женщиной с первым браком? Нет, с сыном. Она обижается сильно на нее. Она в целом очень обидчивая, ранимая у вас дама. То есть она, ну, как бы ей очень тяжело вообще что-либо принимать от него не то, чтобы она хотела. Вообще в целом тяжело. А он такой благородный человек, ему надо, чтобы все правильно было в жизни, как бы по-честному. Вот часто это по-честному не совпадает с ее желаниями внутренними. Все зависит от вашей дочери, не от него. Он сам бросать ее не будет. Если она будет истелить, он может начать жить отдельно. Она пошла на принцип. То есть сыну нужна забота. У нее очень совместимость сильная с этим ребенком. А это всегда у женщины вызывает жуткий протест. То есть когда совместимость не с моим ребенком, а с ребенком от другой женщины, у человека, у женщины, инстинктивно возникает жуткий протест внутренний. Это как будто чужая семья вторгается в ее жизнь. Это естественная вещь, но это ее судьба. Она должна научиться принимать эти вещи. И понимать, что он не уходит к другой женщине. Не уходит. Он просто выполняет свой долг. У него нет желания уходить. У него есть желание выполнять свой долг. Но если она так себя будет вести, то его отшибет от нее. То есть у него пропадет к ней чувство. Чувство внутреннее. Потому что он будет чувствовать, что она его вообще не хочет понимать как личность. Вот это то, что сейчас происходит. Он замыкается, перестает общаться. Это результат обиды. И внутреннего протеста, давления. Потому что ситуация безвыходная. Ему или предавать там, или предавать здесь. То есть она его в такую ситуацию поставила. Он не хочет никого предавать. Но он не может в такой ситуации общаться. И поэтому он замыкается просто. Она должна уступать. Иначе она будет терять отношения. И вводить его в депрессию. То есть он сейчас уже пошел в депрессию. Потому что он не знает, что ему делать. Вам надо передать ему мой привет. Сказать, что надо делать. Ему не надо депрессировать. Нужно ей объяснять, успокаивать ее. Надо ей доказать, что она не имеет никакой опасности в этой ситуации. В этих отношениях. Доказательно. Она привыкнет к этому всему и все. Успокоится. Вам тоже на меня не надо сердиться. Я не желаю зла вашей семье. Иногда бывает так, что трудности приходят в жизнь. Сами так устроена судьба. Жизнь просто. Неизбежно было для него начать близкий диалог с ребенком. Потому что ребенок сильно нуждается в это время в его интеллекте. Надо объяснять, как жить сейчас. У него такой возраст. Это неизбежный процесс. Ваш вопрос. Микрофон выключен. Что-то у нас нет звука через микрофон. И слышали нас. Мы стояли на третьем году. И видим, да. Мой вопрос. Рассказали. Вы слышали меня. Когда это было? В прошлом году, да. В прошлом году, да. А-а-а. И что, проучилось? Да-да, что-то такое вспоминаю. Это буквально. Это вот этот ответ. Это момент. Это момент. Это фильм буквально. И буквально. В прошлом году, да. В прошлом году, да. В прошлом году, да. Все сеансы, представления нашли человека. Вот это главная причина ваших проблем. Часто люди не понимают, что если ты настроен враждебно к властям, то даже если в твоем понимании есть правда, ты все равно разрушишь свою жизнь. Потому что есть те люди, которые поставлены Богом управлять. Они могут ошибаться. Но с ними разбираться будем не мы. Но если мы начинаем бунтовать, то мы рушим саму структуру управления. Это как, ну, голове не объяснять, как ей делать, а бить ее. Она тупеет от этого. А потом вообще без головы ничего не сделаешь. Поэтому у вас неправильное мышление было, и оно отторгало вас от успеха. Ну, хорошо, я рад за вас. Будьте счастливы. Я готов быть Олегом Сергеевичем для вас. Ну, я для всех, кто здесь присутствует, в какой-то степени старше. Ну, то есть, если вы хотите личных каких-то отношений, это невозможно. У меня нет возможности просто физической. А если вы хотите просто, ну, уважать меня как старшего, то ради Бога. Это нормально любому человеку кого-то уважать как старшего, даже без моего разрешения. Ну, я согласен. Я вижу, что вы искренние люди, как бы искренне настроены. У меня нет к вам никаких возражений. Будьте счастливы. Вот девушка в очках. Не надо, садитесь, не надо вставать. Спасибо. Хотя, как говорится, не надо, если вы слышите, когда вы не избавляете. То есть, ласка вы собирали, что я встречу молодого человека, который сетвертого, который сетвертого, который сетвертого, и тут ваша третья гроба. Видите, как не повезло, что я так угадал, да? Видите, но всегда есть но в этом мире, потому что так устроен этот мир. Ну ничего, вы его вытянете, будете молиться и победите судьбу. Надо молиться, надо просто только прославлять Бога. Не нужны никакие специальные молитвы против пьянства. Это неправильное мышление в целом. Нужно просто прославлять Бога, Его славить и забыть про себя, про свою проблему. И она сразу же начнет решаться. Любую молитву, которую прославляет Бога, в вашей вере. Силы большие не нужны. Нужна вера. Вера – это и есть сила, главное. Вера в победу. Вот, допустим, есть какой-то объем работы. Вот сейчас вот люди, которые приходят ко мне на лекцию, это все объем работы. Если вы думаете, что у меня хватает сил на них сел, это нереально. У меня даже вот на одного молодого человека, который рядом с вами сидит, не хватит сил. Понимаете, мне нужна только вера. И все. Я верю, что все изменится постепенно. Это не сила, это другое, это опыт внутренний. Поэтому человек должен просто продолжать, изучать, как это все происходит. Он должен слушать, понимать, как действует звук. Пытаться настроиться, помнить о Боге. Когда человек помнит о Боге, он от этой памяти становится окрыленнее и окрыленнее. Но вы помните не о Боге, вы помните о проблеме. Больше, чем о Боге, означает нет веры. Нужно забыть о проблеме, помнить только о Боге. И тогда проблема быстро начнет решаться. Быстро начнет решаться. Ну, можно вернуться назад еще раз. Ну, то есть, надо не ушла, а надо сказать, мы живем отдельно пока. Я, твоя жена, мы живем отдельно, и я с тебя молюсь. Ну, потому что вы жестко поступили. Он в шоке. Вы поймите, что вот вы как настроены, что вы обижены на него. Но если бы вы знали все подробности, например, если бы вы знали, что если он сейчас вот бросит пить, то он сойдет с ума. У него психика не выдержит. Он не умеет снимать свое напряжение без спиртного. Он слабый психический человек. Понимаете? У вас есть в жизни своя слабость, у него есть своя. Вот если бы он был полностью сильный во всех отношениях, какой бы смысл был ему вас брать замуж? Потому что это эгоистический поступок, это не бескорыстный брать замуж женщину. Если он вас взял, значит, вы на равных, понимаете? То есть у вас есть своя проблема, у него своя. Вы на равных. Если у меня получится, то будет молитву. Получится или нет, зависит от вас. Но если вы будете с верой читать молитву, то точно так же, как я предсказал вам, что вы выйдете замуж, хотя, ну, вы сами понимаете, в вашем ситуации девушке предсказывать это, это слишком смело. Вот точно так же вам предсказывают, что если вы сейчас будете по полтора часа в день с верой молиться Богу, то через полтора года он бросает пить и встает на правильный путь жизни. А если вы будете его гнобить, злиться на него, капризничать, то через полгода он совсем разрушит с вами отношения. А сейчас он просто в шоке. И все. А почему у нас? Не получается, потому что у него перегрета семя, у вас гиподинамичный организм, вам надо больше двигаться. Если вы не можете на улице, то купите себе беговую дорожку, на ней ходите. Надо ходить вам в час двадцать раз в три дня или в четыре, для того, чтобы заработали гормональные функции нормально. У вас организм просто, ну, как застыл, понимаете? В нем нет активности, достаточно для зачатия. А у него от спиртного перегрета семя. То есть, ну, как бы, в целом, у вас есть время для того, чтобы зачать ребенка. Вам надо просто сейчас научиться верить в Бога. Потому что судьба ваша, она тяжелая в этом мире. Тяжелая. И если вы будете молиться, то судьба станет легче. Вы ее смыслом начнете побеждать. В этом правильный путь жизни человека. Вы можете ему не звонить еще три дня. Через три дня и вот так отшибет от вас, что вам понадобится четыре месяца, чтобы его вернуть назад. А если вы позвоните сегодня, то он будет неделю гнусить и простит потом. Неделю будет, ну, я не знаю, как еще это сказать, гнусить. Ну, то есть, ныть. Ныть будет неделю. Обижаться на вас. Ничего, терпеть, по-доброму относиться. Говорит, я извини, я как бы, ну, неправильно поступила. Я просто перегнула палку. Я слишком жестко с тобой повела себя. Понимаете, как бы, он не готов к воспитательному процессу. Болеет. Больной человек не может перевоспитываться. Ему нужно выздоравливать сейчас. Это молитва, свежий воздух, вместе гулять, ходить. Принять его, как свою судьбу. Успокоиться в этом плане. Молиться, чтобы веселящий дух покинул вашу судьбу и вашу семью. Это можно с помощью молитвы сделать. Знаете, по поводу воспитания, я не сказал, что вы не думаете, что вы не думаете, что вы не думаете, что вы не думаете. Что-что погромче. А не надо ругаться. Вот если вы с ним не ругаетесь, он не будет ударять. Он добрый человек по природе, но когда вы его вводите, он начинает звереть. Как любой мужчина. Вам не надо, вот он пьяный, что вы ему объясните в этом состоянии? Мой спать не дает. Спать не дает? В будущем мы живем в университете, но в первую очередь мы живем в университете. Вот смотрите, если он не дает спать, ставьте условия ему. По-доброму. Говорите, давай мне спать, иначе будем жить отдельно. Понимаете, даже вы можете жить отдельно, но по-доброму. Не так, как сейчас. Понимаете? То есть воспитывать его можно, но по-доброму. Не можете с ним вместе, живите отдельно какое-то время, но по-доброму. Тогда он никогда вас не бросит. Он поймет, почему это произошло. Но сейчас вы объявили ему войну. А это патова ситуация. Он не умеет воевать. Он просто будет пить больше, и все. Вот сейчас он не звонит, потому что он был просто в стельку два дня. Работает еще, да. Ну, то есть вот так. Ну, вот так вот. Вот такая ситуация. Жизнь непростая штука. Нужно принять человека. Непросто. Спасибо большое. Будьте счастливы. Благословение? Благословение. Благословение. Вот благословение. Благословение. Есть. Спасибо большое. Я к вам не попросил. Хорошо. Надо цветочки. Спасибо. Возьмите туда, надо отдать организаторам, чтобы они поставили вазу куда-нибудь. Этот пример не надо больше дальше использовать, иначе мы будем фоткаться со всеми, кто здесь сидит. Женщина так устроена, если одна что-то сделала, все остальные тоже хотят. Поднимите руку, кто тоже захотел теперь так же сделать. Видите, сколько человек. Это время же требуется. Ну, вот женщина вот в возрасте, в очках, да? Есть микрофончик? Надо эти цветочки тоже поставить. Можно ведро взять, просто ведро. Обычное ведро. И поставить себе ведро с водой. Да? А вот у нас можно вот микрофон этот выносной сделать громче там в радиорубке? Потому что... Не-не, его просто надо громче сделать. Он слабо работает. Не хватает силы звука в нем. Ну, слышно так все равно, как бы видно, что он недостаточно громко включен. Давайте, может, другой попробуем микрофон. У нас два микрофона. Или, может быть, просто на меня нет этот звук. Вы хорошо слышите ее? Ее хорошо слышно? Ну, значит, нормально. Просто, видно, на меня нет акустики. Не идет на меня. Да, я говорил о принятии. Всегда говорю. У вас сейчас тяжелая судьба идет с принятиями. Именно тяжелая, прям, реально тяжелая. Вам не хватает сил природы. Вам надо больше двигаться на природе, на свежем воздухе. У вас просто энергии не хватает сейчас для нормальной жизни. От этого давление поднимается там и так далее. Ну, такой ответ. Ну, у меня еще какой-то вопрос, вот... А, конечно, вы ответите на функциях. Ну, я, чтобы быстрее, как бы... Ну, вы же давали ей любовь, нежность, внимание, где-то начиная с 11-12 лет. Дальше вот давали внимание. В раннем возрасте много работали, там вы были заняты, у вас такая судьба была. Не надо... Обвинительный способ мышления вообще неправильный. У нее до шести лет был такой период астрологический, что у нее не было возможности контактировать с родителями. Так, судьба ее просто устроена. Вы не можете, как бы, судьбу менять, правда? Просто сейчас я думаю, что здесь, ну, из-за этого, вы, наверное, можете сейчас отравлить с мужчинами здесь... Нет, это неправильное мышление. Нет? Не влияет на то, что... Нет. Вы отравлены современной психологией. Современная психология утверждает, что, ну, все проблемы у ребенка в жизни от родовых травм каких-то, от того, что их родители их травмировали. Это неправильное мышление, потому что человек имеет свою собственную судьбу. Родители могут как-то влиять, но это и есть судьба этого ребенка. И если она будет думать, что ее родители травмировали, и поэтому она не может выйти замуж, это патовая ситуация, она никогда вообще тогда замуж не выйдет. Человек может выйти замуж, только если он понимает, что у него у самого есть какие-то проблемы, а не то, что проблемы есть у кого-то, кто со мной раньше имел дело. Вы тоже неправильно мыслите, потому что мыслить о прошлом в целом означает невежественная жизнь. Нужно просто принять прошлое и сейчас по-доброму относиться к ней. У вас есть реальные проблемы. Вы очень сильно зависите психически от своих детей. Вам надо зависть от Бога. Тогда дети будут ближе к вам. Вы, если зависите от детей, они от вас отдаляются. А если вы самодостаточная, счастливая, дети приближаются к вам. Вот это реальная проблема сейчас. Что касается, она не может выйти замуж, но у каждого человека своя судьба. Вот сейчас у нее плохой период идет, а два года назад был хороший, у нее был человек. Понимаете? Вы не можете поменять судьбу человека. Бывают у человека хорошие периоды в жизни, а бывают плохие. Плохой закончится через полтора года, наступит хороший у нее, опять будет кто-то. Но если она не будет учиться служить мужчине, быть заботливой, внимательной, она так останется одна. То есть ей нужно это делать. Это она должна понять сама уже, без вас. А если вы хотите помочь, молитесь за нее. Но не переживайте. Переживание – это вещь, которая отнимает силы, не дает. Вы сейчас у нее отнимаете силы. И поэтому она вас сторонится. Еще один вопрос по поводу сына. То есть ему больше было внимания, то есть для того, чтобы... Ну, просто у вас больше к нему, ну, связь, совместимость больше с ним. Это тоже по судьбе так происходит. По поводу того, что из-за этого... Опять из-за этого, да? То есть, смотрите, больше внимания – плохо. Меньше внимания – опять плохо. Может быть, у вас неправильное мышление просто? Вам надо перестать себя считать причиной всех проблем других людей. Это неправильное мышление. Один раз считать... Человек один раз посчитал себя, что что-то не то, и десять раз сделал то. А если десять раз посчитать, что что-то не то, это неправильное мышление. Вот так, и тогда я спрошу, да? А вы знаете, что когда человек вот так вот хочет спросить, это значит, что он меня слушать не будет. Потому что когда человек сильно хочет спросить, сильно, в это время он не услышит ответ. Потому что он возбужден, такой человек. Я спокойно, Олег, спокойно, спокойно. Успокаивайтесь, в общем. Ваш вопрос? Не, вот мужчина садит. Мы пока вот люди собираются, мы общаемся просто. Ответ на вопрос, да? У вас вопрос, что у вас сын, последний год, у него очень тяжелый период, связанный со здоровьем. Скорее всего, страдает иммунитет, кровообращение страдает. Нужно, ему больше, он очень, ну как бы, ему нужно создать возможность очень активно двигаться. Понимаете? У него организм ослаблен, ему нужно движение. Больше двигаться, это даст, укрепит организм. Какую-то секцию, он очень напряжен, понимаете? Можно полечиться, у нас есть лечение семенами, мы можем его расслабить, снять напряжение внутреннее. Это внутреннее напряжение. Оно влияет на нервную систему и иммунитет. Внутреннее напряжение, вот как у вашей жены, точно такое же. Она тоже напряжена внутри. Вот он напряжен сильнее, чем она. Ребенок этот, понимаете? И чтобы снять напряжение, можно массаж делать ему, массаж помогает. Или длительное движение. То есть обычно такие дети, они или гиперактивные такие, но он, скорее всего, не гиперактивный. Он, скорее всего, пассивный. То есть он не хочет двигаться. А его надо заставлять, чтобы он двигался. И он тогда будет сниматься. Можно, вот, знаете, его надо... Сейчас, сейчас, сейчас подумаю. Подумаю, подумаю. Вот если плавать такому ребенку не в прохладной воде, а в теплой, можно победить болезнь. Плавание. Вода расслабляет сама по себе. И движение плюс. Но если будет холодно, он будет переохлаждаться. Или просто бегать, двигаться. Борьба, может быть. Вот борьба хорошая для него, возможно. Борьба, то есть это... Когда он сильно напрягается внутри, он расслабляется психически. Можно поставить сосну. Дома ветки сосны. Есть, стоят? Его прям в спальне, да? Белый перец надо примешивать в пищу. Желтую горчицу, белый перец, имбирь. Три специи, которые убивают вирусную инфекцию. Аллергия означает жар поверхностный в организме. Вот еще доказательство. Нужна теплая вода, значит, по вечерам. Аллергия снимается теплой водой, поэтому нужно гасить этот жар. То есть он внутри холод, а снаружи жар на коже. Надо его снаружи охлаждать, а внутри разогревать через движение. Вы просто запишитесь на лечении семенами у нас в уши. Мы поставим семена, и все эти виды перегрузки в организме просто чисто механически уберем. И диагноз не надо будет ставить. У него спазмы в глубоком мозге. Это дает слабость сильную, возможность повышения температуры. То есть у него просто спазмы там находятся. Это спазмы, они влияют на иммунитет, влияют на тонус в целом. Он вялый такой, как бы нет сил. Это вот от спазмов в сосудах мозга идет, глубокого мозга. Запишитесь на лечение семенами. Можем вылечить и поджелудочный. У нас сейчас в последнее время вот с этим методом сушальный очень хорошие результаты у всех диабетчиков. То есть мы с инсулинозависимые дети начали снижаться с сахаром. То есть результат этого лечения, то есть мы ставим семена, и сахар падает. Можем также его поднять, еще не так же. А я вам поставил спазмы. Там же тоже спазмы, и в голове спазмы. Они дают вот такое перевозбуждение поджелудочной железы. Ладно, мои хорошие, думаю, что пора начинать лекцию, потому что все собрались. И рад вас всех видеть. Цветочки вас ждут, видите. После лекции будем раздавать. Уже все знают, что надо приносить цветы. Приносить цветы. Рад видеть маму моего друга, Алекс. Материс. Субтитры создавал DimaTorzok